Всем привет! Да, это то видео, которое вы с нетерпением ждете, бьюти лайфхаки на моем канале. Буду снова делиться полезностями. Сегодня вы узнаете новый способ создания ровных стрелок, а также я поделюсь хитростью с дезодорантом, который иногда тоже может пригодиться в косметичке. А перед просмотром я просто хочу, чтобы ты улыбнулась. Я сейчас активно начала себе рисовать стрелочки на глазах и случайно открыла для себя очень странный, но в то же время интересный лайфхак. В общем, трюк работает с гелевой подводкой. Набираем на кисточку нашу подводку. Кстати, до сих пор пользуюсь этой кисточкой, которую я показывала в одном из видео. Очень часто рисовать ровную линию нам мешают ресницы, которые кистью мы вечно задеваем. И все в итоге получается коряво. Поэтому, чтобы упростить задачу, нам нужен вот такой инструмент. Загибаем кисть буквой Г. Вот такая смешная теперь она стала. Можно набирать подводку и приступать к делу. И обводим ей лишь только ресничный край. Хвостик пока не рисуем. Ну-ка, напишите мне в комментариях, с какой подводкой у вас лучше получаются стрелки. Посмотрим, какая будет в топе. А теперь краешком ногтя вытягиваем наш кончик стрелки. Как вам нравится. Это на самом деле настолько удобно, причем очень легко ногтем исправить какую-то погрешность, если вдруг я где-то что-то неровно нарисовала. Реально, когда под рукой ничего нет, ноготь это одно из самых лучших приспособлений. Просто обожаю, когда от вещей вкусно пахнет. Но сколько бы освежителей для шкафа не покупала, от них нет никакого толка. Но я нашла классный способ, причем он суперэкономный, с помощью которого от моей одежды просто невероятный аромат. Смотрите, я беру обычную ежедневку. Из эфирных масел выбираю подходящий аромат. На этот раз лаванда. Открываем его и несколько капель добавляем на ежедневку. Масло дает очень насыщенный, стойкий аромат. Лучше, кстати, наклеить самый дальний угол, чтобы ежедневку не было видно. У меня просто камера туда не прилезает, поэтому показала в самом видном месте. Теперь наслаждайтесь ароматом. Небольшая хитрость со скульптора. Я взяла в виде стика, но сухим, в принципе, тоже можно провернуть этот хак. Сначала рисуем на носике две полоски. Также на лбу два пунктира. И самое интересное, вот такой змейкой выделяем скулы. Ну и выделим нижнюю часть подбородка. Вот так теперь все странно выглядит. Следующая наша задача все это распределить. Беру спонж и весь коричневый пигмент растушевываем, начиная сверху от лба и заканчиваем это все на подбородке. И знаете, что я заметила? Что такое нанесение скульптора визуально скрывает большие щеки за счет вот этой тени, которую я нарисовала. Когда мы регулярно моем свои кисти, то ворс часто становится очень сухим. И из-за этого растушевка получается неравномерной. Этим кистям уже около 7 лет и они стали очень неприятные на ощупь, грубые. Так вот, девчонки, я их реально вернула к жизни. Они стали как новые. Давайте вам все покажу. Вначале мы их тщательно помоем. Кстати, кисти и спонжи я стала мыть гелем для снятия макияжа. Тоналка просто мгновенно вымывается. Я, если честно, в шоке была. Поэтому теперь только так. Но это, конечно же, не основной лайфхак после мытья. Значит, я беру бальзам-ополаскиватель для волос и наношу его прямо на ворс. Хорошенько распределяем. Короче, все как с волосами. И осталось это все смыть. После такой спа-процедуры кисти станут такими шелковистыми, такими мягкими. Просто вау. Единственное, нужно подобрать подходящий бальзам, потому что, возможно, не все будут делать такой эффект. Если вдруг у вас нет геля для бровей, а волосы после сна лицом в подушку решили разбежаться в разные стороны, то у меня для вас есть очень интересный, необычный вариант. Гелевый дезодорант. У меня это специальный, который я использую не по назначению, а для разных косметических целей. Так что не думайте мне тут. На щеточку набираю дезодорант. И потом плавно расчесываем волоски в нужном направлении. И получаются они с таким влажным эффектом. Эта текстура очень похожа на специальный фиксатор для бровей в виде мыла. Мне нравится такой эффект, поэтому если вдруг ничего нету, то дезик вполне неплохой вариант. А эта хитрость пригодится тем, кто пользуется маской-пленкой. Возможно, некоторые замечали, что со временем ее текстура может немного измениться. Особенно, если вы нерегулярно пользуетесь этой маской. Знаете, она как будто ложится такими проплешинами и не так хорошо прилипает к коже, как раньше, когда вы ее только-только купили. Выход есть. Это кружка. Обычная кружка. И горячая вода, которую мы наливаем в эту круженцию. И опустим маску ненадолго в кружку с водой. Она там размякнет, станет однородной. И можно выдавливать на кисточку. Наносим на нос или на другие проблемные участки. Пока маска тепленькая, она еще и дополнительно поспособствует раскрытию пор. Она стала более клейкой и поры лучше очищаются. И последний лайфхак. Сейчас поделюсь, как прокрасить карандашом только волоски на бровях. Ну и вообще сделать более натуральный эффект. Нам нужна вот эта щеточка, которую, думаю, у всех есть. Симе, походу, она тоже очень нужна. Еще нам понадобится карандаш, которым мы обычно подводим боровки. И прямо на эту щеточку наносим этот карандаш. Хорошенько прокрашиваем одну сторону. И затем этими щетинками окрашиваем волоски. Получается прям очень-очень легкий эффект. Кто там у нас за натуральность? На этом все. Еще больше лайфхаков вы сможете узнать в моих предыдущих видео. И, конечно же, из книги, в которой собрано все самое полезное и интересное. Тут есть и бьюти лайфхаки, и необычные рецепты, а также другие бытовые хитрости. Все оформлено в виде подробных пошаговых инструкций с яркими иллюстрациями. Я очень надеюсь, что эта книга станет настоящей находкой для каждой из вас, так как в нее вложено очень много стараний. В магазинах, где можно приобрести эту книгу, огромное количество. Но я обязательно оставлю в описании ссылки на некоторые из них. Либо вы самостоятельно можете ввести в поисковике вот такой вот запрос и выбрать подходящий магазин для покупки. Спасибо вам за просмотр и лайк. Подписывайтесь на мой инстаграм. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok